Всё, что тебя касается, всё, что меня касается, всё только начинается, это наше всё. Друзья, всем привет! Сегодня вторник, 3 октября. Получайте удовольствие и пользу от каждого дня, а то октябрь может пролететь так же быстро, как и сентябрь. Да, с вами Ульяна Жула и Андрей Козицкий, и это программа «Наше всё». А мы вот с Ульяной уже спорим, ну точнее пробуем игру вот с таким вот названием, вот спорим. Спорим и называется. Правила мы немножко изменили под себя, а вообще это настольная игра для большой компании, не для двоих. Да. Каждый раунд игроки по очереди становятся ведущим. Ведущий зачитывает вопрос, остальные тайно пишут ответ. Потом ведущий выбирает ответ по душе и идёт голосование. Задача – угадать, какой из ответов выбрал ведущий. Всё очень запутанно, но если вдруг игру приобретёте, то легко разберётесь. Всё очень запутанно, когда объясняю правила «Я». Когда правила описаны на бумажке, всё очень просто. Маленькая месть за то, что ты очень непонятно объясняешь. Будем тебя сейчас тестировать, твою реакцию давай. Итак, вопрос. Какое послание вы написали бы для всех на поверхности Луны? Быстро и креативно отвечайте. Закажите ведущего на свой праздник, по телефону 370-670. Зачем кричать? На Луне будет написано всё видео. Хорошо, давай следующий. Если бы вы могли стать невидимкой на день, что бы вы сделали? Смотрелся бы в зеркало, смотрелся бы в зеркало, нет? Ммм, какое красивое, что? Да, что не видно. Не видно, что я толстенький. Ладно, ещё вопрос. У какого партнёра нашей программы девиз «Доступное жильё по доступным ценам»? Это легко очень запомнить, друзья. У строительной компании «Водострой». И сразу же закрепим и посмотрим ролик. Мечта каждой семьи – своя просторная квартира. Строительная компания «Водострой» воплотит мечту в реальность. Квартира в готовых и строящихся домах в Уссурийске по действительно доступным ценам. Возможно приобретение в рассрочку или ипотеку. Компания «Водострой». Ваш надёжный застройщик. Играем дальше в споре. Мы ещё один вопрос. Я думаю, что он будет лёгким как для тебя, так и для наших зрителей. Какое телевизионное шоу можно смотреть на повторе? Ой, друзья, можно на повторе смотреть программу «Наше всё». О, так ты что? Да, в 19.30, в 23.30, и, друзья, на сайте телемикс.тв. А ещё днём в 12.10. Да, вот. Да, потому что именно в нашей программе наши уссурийские ребята мы можем посмотреть абсолютно про всех. И, например, у героев следующего видео никакого стеснения нет, потому что они развиваются физически, и другие готовы мотивировать. Я хочу быть собой. Я знаю, я много могу, но иногда я не вижу этого. Приступая к делу, я выдыхаюсь. Но это не я. Во мне есть гораздо больше, и я хочу это использовать. Я хочу идти в гору, подняться так высоко, как только смогу. Высвободить потенциал своего тела, ту силу и выносливость, которые есть внутри меня, которые открывают новые возможности для моей жизни. Именно поэтому я здесь. Я хочу быть собой. Я рад, что у нас будут тренировки. Именно такие, силовые, кардиоэкстрим. Мне это было необходимо. Многие элементы я не мог делать, потому что нет сил, нет выдержки. Под конец выхода в баттле ты выдыхаешься. Ты хочешь больше, но всё. Ты устал, и ты проиграл. Научиться полностью управлять своим телом, познать его, раскрыться. Вот наша цель. В эфире программа «Наше всё». С вами Ульяна Жула и Андрей Козицкий. Ты вот успел уже простудиться? Нет. Хоть раз за осень, нет? Нет, я сильный. Я второй раз. Второй раз. Второй раз, да, именно поэтому сегодня хотелось бы поговорить про то, как и с помощью чего можно согреваться этой холодной осенью. Так вот, если однажды осенним октябрьским днём ты замёрзнешь, то можно просто растереть шею или плечи. Ульяна, если однажды осенним октябрьским днём я замёрзну, я куплю себе куртку потеплее. А вообще, ну, нужно вот, нужно обнять просто крепко-крепко человека и растереть ему спину в районе лопаток. Вот так? Вот так? Вот я очень некрепко обнимаю. Давай, хорошо у меня получается? У тебя очень получается. Теплее стало? Чувствуешь, как пошло? Сколько я должен за массаж? Я боюсь просто уснуть, друзья. В эфире «Наше всё». Мы не только себе, но и уссурицам помогаем решать их проблемы. Поэтому, если вы сами уже не в силах с чем-то справиться, и у вас есть документальное подтверждение этому, звоните Ульяне, не стесняйтесь. 33 76 46. Она и вас согреет своей помощью. Вот. Ой, спасибо. Очень жарко, я аж спотел. Угу. Угу. Эх, простуда, отопление. Нет, в квартире холодно. А вот Татьяна Беломас с Южного района уже два года таких трудностей не знает. Руки делом заняты, ноги в тепле, а именно в обуви из натуральной овечьей шерсти. Отныне кассир-оператор Татьяна поднимает людей на ноги. Кто-то перемотался, кто-то намазался, кто-то ходить не может. И у всех проблемы с ногами. Суставы, ноги там какие-то, у кого там крутят. И я когда-то насмотрелась, то я была очень удивлена. И я задумалась о том, что надо подумать о своих ногах. Тем более я с детства, ну, как бы, сильно, очень хорошо, плотно занималась спортом. Начала валять тапочки домашние, всесезонные для частных секторов, а затем и ботинки. Валяльщица настаивает. Массажи и натирания не дают такого быстрого результата, как обувь из шерсти. После тяжелого рабочего дня, спустя минут сорок в них, наступает облегчение. Попугай Тиша готов подтвердить. Помощник. Особенно при раскладке, чтобы быстрее улетела. Иди гуляй. Тиша. Ну, что ты расскажешь нам? Сорока на хвосте принесла, что шерсть овечки усиливает организм перед инфекциями, избавляет от вирусов и простуды. Тапочки помогают и в лечении заболеваний суставов ног, предотвращают грибковые заболевания. Плетение ткани, они же там тоже вдоль и поперек. И здесь также должна шерсть лечь вдоль и поперек. Ну, конечно, чем ровнее, тем лучше. Качественный войлок должен быть тонким и плотным, чтобы не пропускать холода и дольше прослужить. Поэтому его нужно хорошенечко увалять. Такие вот ватни. Теперь мы должны их просто, как бы, называются в нашем деле, поженить. То есть они должны перепутаться там внутри, чтобы убрать это. Соединились они там с собой. Не разбегались у меня. Шерсть принимает душ с теплой водой и мылом. Усаживается и уплотняется не только снаружи, но и внутри. Специальное дерево, обработка специальная, пропитка специальная. То есть это не просто каталка там для теста. Вот такие есть. То же самое примерно. Двойная функция. Массаж руки. Ну и делаются тапочки. Выгладить войлок помогает даже камень. В спортзале так не потеешь, как на валянии, говорит Татьяна. Войлоку, как и мастеру, нужно отдохнуть и высохнуть. Поэтому Таня над одной только парой обуви может просидеть 20 дней. От этого и обувь ручной работы ценится в 3, а то и 20 тысяч рублей. Когда новая, она плотная обувь, одевающая 2-3 дня, она принимает форму ноги. То есть шерсть нагревается на ноге, и она принимает вашу форму. Особенно у кого у людей проблемы, там, пальцы бывают, заходят пальцы на пальцы, косточки. Это все, получается, она обволакивает, и ноге очень комфортно. И самое главное, что после шерсти уже не хочется даже кожу надеть. Оказывается, шерстяная обувь грязеотталкивающая, не вызывает пота и запаха. Сезонность зависит от толщины подошвы, а модель – от образа жизни. Особенно мужчины любят вот такие вот тапочки, они более колючие. Да, и она, когда ходит, она покалывает, покалывает, и кровь начинает циркулировать. И массаж, и тепло. И самое главное, снимает она усталость. Знаю, что женщины, у которых особенно крутят на погоду ноги. Вот я, как бы у меня такого не было, но знаю, что говорят, что вообще. Вот пришли с работы, ноги выворачивают. Все, они одели, походили, проблемы сняты. Пока сапожник без сапог мечтает побаловать и себя. А вы думаете, нашли полезное применение надоедливой кошачьей шерсти? Ничего не получится. В ней нет животного воска под названием ланолин. Друзья, в эфире «Наше все» и Андрей Козицкий с Ульяной Жула. Не перестают согревать вас и друг друга в эти первые холодные, по-настоящему такие вот октябрьские денечки. И знаешь, вот после съемки этого сюжета все-таки на меня напала грусть. Боже мой, ну почему же так? У меня два кота, столько шерсти в квартире, и вот, к сожалению, нет в этой шерсти ланолина, которую можно использовать для того, чтобы что-то себе свалять. Но хочу тебя обрадовать, что у некоторых собак все-таки этот животный воск присутствует в шерсти, и можно что-нибудь вот, шарфик себе, например, свалять. Сейчас вижу, сегодня я начну скатывать свою собаку таксу. Таксу, да. И сделаю себе драповое пальто. Для этого своди сначала к ветеринару, может, все-таки этого животного воска в ней не присутствует. То есть не факт, да, что шуба из норки получится? Не факт. Что Даша бы подарил бы... Девушке своей такой рыжей. Собачье пальто. Здравствуйте. И все кошки. Как вы бы делали, мне кажется. Так, ну что? Что-что? У нас реклама сейчас, друзья. Вот к чему был этот весь бесполезный и ненужный наш Сулей разрывок. Зато впереди очень полезная и интересная реклама. Ну что же, продолжаем согреваться уличка. И помогут нам свечи. Живые огоньки, которые согреют воздух и создадут в помещении теплую романтическую атмосферу. Зажигатель. Ульяна у нас сегодня домашний очаг. Она принесла свечку. Я сейчас как настоящий волшебник, друзья, вам докажу, что свечка может поднять воду вверх вопреки законам гравитации. Это детский опыт и называется он насос из свечки. Да, друзья. И 26 лет это именно тот возраст, когда стоит попробовать детский опыт. Когда же еще? Когда же еще? Как не в детстве? Итак. Налили подкрашенную воду. Налили подкрашенную воду. У нас блюдце. И теперь что? Итак, и теперь, друзья, накрываем свечу стаканом. Она тухнет, а вода, она еще не тухнет. Итак, друзья. Стакан. Нет, смотри, получается. Видишь? И вода всасывается внутрь стакана. Сжечь ее на костре, эту ведьму, которая принесла сюда этот опыт, кричали бы в 17 веке. Но, друзья, теперь физика все объясняет. Вот я думал, что... Ведьмы, слушай, ведьмы же рыжие как раз были. Зеленоглазые. Вот такая рыжая символичная ведьма. Здравствуйте. Я Андрей, и я готов погореть на вашем костре. Вообще, давай, ну, а вообще, физической точки зрения, можно объяснить, да, дело в том, что воздух внутри стакана остыл, давление уменьшилось. Вот вода из миски и стала всасываться внутрь, как насос. Вообще отлично. Насос, ведь он же меняет давление, увеличивает, тогда вода или воздух начинает убегать, или, наоборот, уменьшает. Тогда газ или жидкость начинают прибывать. Вот она, какая физика. Знала это? Нет. Я тоже не знал, это было просто написано на нашем суфлёре. Вот, а так очень интересно. И главное, что получилось, была интрига, да, и такая небольшая, ты думал, что не получится. А зрители, наверное, думали, вот сейчас он просто возьмёт и зальёт свечку водой. Да. И ничего не произойдёт. Вы, женщина, если вы так думали. Нет. Такого не будет. А Андрей намного креативнее. Андрей намного креативнее. Друзья, такие фокусы могут повторять дети двух лет. И смотрим, и повторяем со своими двести детками. Детками потом записываем на видео и прислаиваем видео, к нам на почту. В наши проделки? Да. В наши проделки. Сегодня у нас вот такие вот проделки. Привет! Будем с тобой вот такого льва делать. Гриву лохматую. Катай. Катай. И приклеивай. Покатала? Приклеивай к львёнку к гриве. Вот сюда приклеивай. Сюда приклеивай. Бери. Приклеивай. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Нагриву, нагриву. Ага. Следующий бери кусочек. Следующий кусочек бери. Приклеивай. Так. И ещё покатай. Приклеивай. Приклеивай сюда. Вот как хорошо. И ещё бери один. Бери. Приклеивай к львёнку. Вот сюда, смотри, можно сделать. Вот сюда. Вот сюда приклеивай. Так. Умничка. А сейчас вот-вот-вот-вот-вот-вот. Палочки, палочки, палочки. Смотри, мы будем брать с тобой палочки и делать льву лохматую гриву красивую. Вставляй. Вот так, смотри. В пластилинчик мы берём и вставляем. Вот, умничка. Давай ещё. Давай ещё. Делай много-много-много палочек. Много-много-много-много. Ручкой держи одной. Ручкой держи, другой вставляем. Ой, какая грива лохматая получается. Всё? Нет, давай ещё много сделаем. Много сделаем. Да, вот так много. Бери ещё палочку. Вставляй ещё вот так. Ой, какая лохматая грива получается у льва. Так. Ещё. Ещё, да. Ещё здесь можно. Правильно. Ещё бери палочки красивые. Делай львёнку гриву. Делай, 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 Хадиша. Делай, делай, делай. Давай. Умничка. Бесконечно можно смотреть на то, как течёт вода, как ребёнок вставляет палочки в пластилин и на наш красивый осенний интерьер от студии оформления и декора «Калибри». А ещё бесконечно интересно заглядывать в архив на сайте телемикс.тв и узнавать, что важного происходило в нашем городе, ну, например, 3 октября 2007 года. Школьники тогда играли в геокешинг. Это был я. Ты играл? Я играл в геокешинг как раз таки в 2007 году. Я говорю тебе это честно и не обманываю. И, как мне говорят, кто-то ещё играл в нашем городе. Поднимите все руки. Вот так вот мы вдвоём и бегали с этим человеком. Ну, а игра-то в чём заключается? Это спорт, отдых, такой математический и творческий, подвижный квест? Да, нам по сотовому телефону передавали координаты точек. С помощью GPS-приёмника они находили объекты в пределах узриска. Вычитали координаты и решали математические задачи. Хорошо. Я, как самый хитрый, ездил на такси. Это не хитрый, по-моему. Кто платил за такси? Ну, я и платил за такси. Тогда ты не хитрый. Давай. Хорошо, теперь загадка тебе. Проверим твою память, насколько она у тебя хорошая. Смотри на экран. Итак, смотрю на экран. Поднимаем вверху. Итак, 3 октября 2008 начались строительные работы чего? Чего? Ну, знаешь, судя по архивному видео, это у нас на заднем фоне в здании администрации, тогда этот день был стартом для строительства двух фонтанов, которые назвали каскадом. Правильно, правильно. А ещё 3 октября, 5 лет назад, я в своих видеоматериалах рассказывала зрителям, что делать, если не работает лифт, и как ходьба по лестнице полезна для организма. Поэтому, друзья, если вы поинчески боитесь застрять или упасть, находясь в лифте, пересмотрите сюжет и успокойтесь. А также выучите парочку физических упражнений, которые можно повторить на лестнице с продуктовыми пакетами в руках. Как бы, вот, я, знаешь, боюсь этих слов продуктовые. Почему? Я всегда привык, говорить как бы, да, будет легче. С пакетами продуктов, вот. Кстати, они вот как раз приедутся учителям в этот четверг, когда те будут возвращаться со школы и домой с подарками. Да, так что эти упражнения можно пересмотреть, да, ну, а вот если вы ещё не придумали, чем побаловать свою любимую классную, там, мариванну, допустим, да, в день учителя, то загляните в магазин «Анна». Ну, не просто загляните, а что им приобретите там, вот. Лучшие кофейные и чайные сорта со знаменитых плантаций мира. Всё это собрано в самом центре Уссурийска на Некрасово-76. Натуральные напитки с корицей, яблоками, специями и даже перцем. Есть и диетический чай. Купить кота в мешке не получится. Любой напиток можно попробовать прямо здесь. По вашему желанию свалят расслабляющий чай или бодрящий кофе. Кстати, этот напиток может быть и с перчинкой, и с кислинкой, и со вкусом любого сиропа. Сладкое дополнение к чайно-кофейной минутке в магазине «Анна» представлено вкусным выбором кондитерских изделий премиум-класса. Шоколад из Польши, Италии, Германии, Бельгии и России. Кстати, сладости могут стать хорошим дополнением подарка. Индивидуальные презенты собирают по вашему желанию прямо здесь и сейчас. Сами можете окунуться в процесс творчества. Украсят стильная упаковка. Корпоративные комплекты из чая, кофе и конфет можно дополнить оригинальными статуэтками, картинами, чайно-кофейной посудой. В уютной обстановке магазина «Анна» можно не просто купить вкусный кофе или чай, но и провести деловую встречу или так называемый «файв-оклок». А закончить эфир нашей программы хочу, рассказав о многогранности такого ценного изобретения, как пищевая пленка. Да, друзья, казалось бы, кусок полиэтилена, но он очень вручает, когда нужно замотать мебель, продукты или даже себя. В день, когда придумали и утвердили сигнал «СОС», то есть 3 октября, настоятельно рекомендуем вам брать с собой в осенние походы пищевую пленку. И банку краски, естественно, краски, да. Чтобы? Фу, конечно. Но именно она поможет дождаться спасателей в непогоду. И банка краски. В нее нужно завернуться с ног до головы и таким образом укрыться от пронизывающего ветра и сохранить тепло. Да, здорово. А еще пишут, чтобы согреться, достаточно опозориться. Андрей, тебе сейчас не холодно? Нет, а что ты придумала? Хочешь меня опозорить? Хочешь меня опозорить? Я ничего, конечно, не придумала. Это все дизайнеры. Неделя мода в Париже прошла, и креативные дизайнеры одежды разработали очень стильный, странный довольно, головной уборный. Можем прямо сейчас на него полюбоваться. Вот это шикарный. Обижаешь, что только сто семь лайков у недели моды в Париже, я скажу так. Вот, что нам отставать от моды. Да, мы ведь тоже можем себе такую шапку сделать, правильно? Готов? Ну, давай, давай, прям вот так вот мне. Ну, как-нибудь, как получится. Хочу красивую чулму. Придерживай. Хочу красивую чулму. Придерживай. Давай, сейчас сделаем. Итак, как неделя мода в Париже. Ой, какое у меня красивое лицо. А сейчас у тебя будет еще красивый головной убор на осень. Друзья, очень печально, когда твой дизайнер... Ну, мы вот так и оставим. Вот так вот и оставим. Смотри, я просто предлагаю, как сделать. Уля, это ты делаешь все ерунду. На самом деле, такой головной убор делается очень-очень просто. Вот про такая вот здесь пальца. Хотя... Да. Вот, смотри, берешь. И все. Может быть, это был ты? Может быть, это был я. Все. Я даже не знаю. Теперь мы делаем тебе вот так. Все. Здорово. Защищает от холода, от ветра и, в принципе, от всего того, что, может, тебе не нравится. И от стиля, наверное. И защищает, да. А, кстати, да, теперь эти, если бы это было и фольги, штучка, то и на понедельник не смогли бы прочитать твои мысли. А сейчас я могу читать твои мысли и вижу, что ты хочешь сказать, что, друзья, вы можете смотреть повторы нашей программы в 12.30, в 19.30 и в 23.30. Смотрю еще раз. Ошибочка вышла в 12.10. В 12.10. Ну, я еще, конечно, пленка немножко спасает. Хорошо, друзья. Уля еще думает о том, чтобы вы должны подписываться на наш профиль в Инстаграме. Собака все. Собака все. Собака все. Гав-гав. До свидания. Итак, наше все. Нижнее, подчеркивает. Эм, подчеркивайтесь, участвуйте в наших конкурсах. Подчеркивайтесь, участвуйте. Как на нас твоя пленка на голове очень плохо влияет на обоих. Она высасывает на шайки. Сними ее. Пусть в Париже так ходят, друзья. Подчеркивайтесь. Собака наша все. Пока. С вами были Ульяна Жуул и Андрей Козицкий. Андрей Козицкий, банка краски, сигнал СОС и другие очень интересные опыты со свечой. Отлично вам. Всем пока-пока. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, это наше все.